Перед домом офицеров на ферме на погрузке стоит газель Дениса Охромкина. Уже в одиннадцатый раз депутат Сергея Посадского городского совета отправляется с гуманитарной миссией на Донбасс. Спокойная и размеренная жизнь на улицах микрорайона идет своим чередом. Мирно гуляющая молодежь, по всей видимости, даже не подозревает о том, что где-то в Новороссии продолжаются обстрелы. Несмотря на объявленное перемирие, практически каждый день на Донбассе продолжают гибнуть люди от беспорядочных обстрелов и голода. В Донецке, Луганске и других населенных пунктах Народных Республик из-за экономической блокады, введенной Киевом, не хватает продовольствия. Самые беззащитные перед голодом старики. Зачастую им даже не на кого надеяться. Есть случаи, что люди были брошены, оставлены. Нет возможности, нет детей у них. Они все разъехались, уехались, так как были боевые действия в городе. И бабушке даже до того доходило, что двое просто повесились. Из-за того, что не было продуктов питания. Понимаете, это настолько... Может, это выглядит банально, но это реально. Это жизнь. И от нее никуда не деться. Именно поэтому, несмотря ни на что, на Донбасс еженедельно отправляются гуманитарные конвои из разных уголков России, в том числе и из Сергиева Посада. Уже привычный маршрут Дениса Охромкина, Луганск-Донецк-Краснодон пополнился новым пунктом. Поселок Спартак на сегодняшний день практически уничтожен. Оставшиеся в живых жители очень ждут медикаменты и продукты. Как отмечает гражданский активист, у нас помощь собирают все горожане. Им огромное спасибо. Не отстает и бизнес. Наши бизнесмены, которые помогают нам всегда, которые собирали нам и до этого, и Игорь Михайлович Кузнецов, и Ирина Савицкая нам помогла. И подключились, как совсем недавно, Дети войны. Это общественная организация, которая также нам дала некую сумму денег, на которую мы закупили продукты питания. Огромное спасибо Виктору Валерьевичу, Юрию Александровичу Потякину, Виктору Валерьевичу Букину, потому что они нас не оставляют. И все наши проблемы с финансами, проблемы со сбором гуманитарной помощи в больших масштабах, они нам помогают всегда. Не в первый раз к сбору помощи подключается и молодежная организация «Желание есть». Этот раз мы решили использовать на благую миссию помочь Денису Охромкину, жителям Донбасса, использовать премию губернатора от Андрея Юрьевича Воробьева, которую мы получили в прошлом году. Подключились наши жители и члены организации, которые собрали. Сегодня мы килограммов 200 груза, около 300 банок различных консервов и прочих сухих пайков собрали. И вот первый раз премия губернатора поработала на благо жителей не только Сергея Посадского района России, но и Донбасса. Не за горами День Победы. Этот праздник в Новороссии приобрел особое значение. Там не задумываются о нужности героев, там с проклятиями вспоминают Майдан и с благодарностью говорят о России. Подарки и поздравления ветеранам Великой Отечественной из ДНР и ЛНР обязательно передадут и от Сергея Посадцев. Ведь наши своих не бросают.